Привет, чемпионы! Есть два основных поворота. Это сальто и маятник. Сегодня мы выясним, какой быстрее. На нашем канале есть обучающее видео и по маятнику, и по сальто. И ты уже выбрал, какой для тебя лучше. Профессионалы выбирают сальто, потому что оно быстрее. А сейчас мы узнаем, насколько. А прикинь, мы сейчас поплывем, и у маятника кажется быстрее, чем сальто. Что ты тогда будешь так монтировать? Ну, придется лукавить. Впрочем, как всегда. Когда моя голова пройдет в флажки, секундомер включится. Я делаю поворот на максимальной скорости и останавливаем секундомер, когда моя голова пройдет снова под флажками. Это расстояние 5 метров до и 5 гостей. Мы будем выполнять по два поворота на разных скоростях, чтобы узнать разницу во времени. Я буду заходить в поворот на трех скоростях. Это 1,50, 1,20 и 1,0. Скорость на 100 метров. А теперь реклама нашей школы плавания. Смотрите по ссылке в описании рекламу. Конец рекламы. Редактор субтитров А.Семкин Короче, конечно, очень тяжело плыть на скорости 1,50. Очень тяжело делать поворот маятник, когда ты плывешь кролем. Мы привыкли, что мы всегда перед поворотом маятником касаемся двумя руками. А здесь приходится наплывать одной. Смотрите по ссылке в описании. Зачем когда там ступенька и порченьки? Поворот быстрее получается тогда, когда вы быстрее плывете. И помните, что нельзя притормаживать перед поворотом. Это инерция, вы должны разогнаться и сделать его мощным. Если вы не так давно занимаетесь плаванием, то ваше сальто будет немножко отставать от маятника. Поэтому на каждой тренировке, в каждом упражнении старайтесь крутить сальто, чтобы набирался тот самый драгоценный опыт, который вам пригодится, чтобы обыграть своих соперников. Но вы должны понимать, что качественный маятник не сбивает вас с дыхания, потому что там есть вдох и он не намного медленнее, чем сальто. Но тренерскому глазу всегда приятно, когда вы делаете красивое мощное сальто.